Сколько тонн мусора вывезли с площади и сколько детей потерялись во время празднования 31 августа? Какие партии идут на парламентские выборы? Как долго кыргызстанец будет сказывать МОНАСС в Москве? Все ответы в блоге, кстати, прямо сейчас. После празднования Дня Независимости на площади Аллато сотрудники Тазалык вывезли 4 тонны мусора. Уборка и мойка площади продолжались до 2 часов ночи. По всему периметру площади было установлено 50 больших пластмассовых контейнеров на колесах и 10 металлических евроконтейнеров. Эту истину можно записать на кончике ноготка. Жить чисто, думать чисто, поступать чисто. В 2020 году праздничные гуляния не проводились из-за эпидемиологической ситуации, а в 2019 вывезли 16 тонн мусора, а в 2018 10 тонн. 4 тонн мусора – это меньше, чем в прошлые годы. Люди, вы накрасываете мусор на землю. Во время праздничных мероприятий на площади Аллато были обнаружены 90 потерявшихся детей. Вы что? Вы с ума зашли, да? Все дети возвращены родителям и законным представителям. Один несовершеннолетний доставлен в Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД. Так не бывает последнее, чтобы ли потеряли дети. Накануне в Бишкеке широко отмечалось 30-летие независимости Кыргызстана. Понаблюдать за военным парадом, посмотреть концерт и салют собрались тысячи кыргызстанцев. Байранжев, салют сосуда! В днем независимости, с третьим десятилетиям независимости нашей отчизны. Мы благодарим каждого, кто был сегодня на этой сцене. Сегодня депутаты Джооргу Кенеша шестого созыва вернулись к работе после летних каникул. В парламенте состоялось открытие очередной сессии Джооргу Кенеша. Очередные парламентские выборы назначены на 28 ноября. Ожидается, что депутаты действующего созыва будет заседать до декабря 2021 года. Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов продолжает поступать уведомления от политических партий. В настоящее время зарегистрированы следующие партии. Социал-демократы Ултар-Беремдеги и Шеним Альянс, партия зеленых Кыргызстана, Чират Манель, патриотическая партия Единения Кыргызстана. Монасчедуле Цедыков начал бесперерывное сказание эпосов зданий посольства Кыргызстана в России. Три дня назад Цедыков отправился в Москву, чтобы пять дней и ночей сказывать эпос и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Перед началом сказания эпоса стало известно, что Монасчи получил звание народного артиста Кыргызской республики. В ноябре прошлого года Цедыков без остановки читал эпос Монас на площади Алато в течение 14 часов 27 минут. Таким образом, он хотел призвать кыргызстанцев к миру и единству. Однако его первая попытка не была официально зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса. Я не понимаю. Почему? На сегодня у меня все. Не забывайте ставить лайки, если было полезно, и оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет как всегда. Кстати, всем хороших новостей.